Итак, начнем с MyClientCenter. Я опять же говорю, если вы новичок и у вас не получилось настроить MyClientCenter, ничего страшного, вообще ничего страшного. Если у вас уже есть аккаунт в AdWords и он работает отлично, этот пункт вы сейчас можете пропускать, пойти попить чай и тому подобное. MyClientCenter. Что это такое? Вкратце. Я сейчас зайду в свой MyClientCenter, он находится по адресу такому же, как и ваш, скорее всего, аккаунт, который у вас на данный момент есть. Я не знаю, просто у кого-то есть аккаунты в AdWords и у кого-то нет. Если у вас нет вообще ни одного аккаунта, вы можете зайти под вашим Gmail, который у вас есть, и создать необычный AdWords аккаунт, а МСС аккаунт. Вот. Зачем он нужен? Вот, например, у меня здесь в аккаунтах, ну, это вот один из МСС аккаунтов моих, тут 112 аккаунтов. Вот. 112 аккаунтов, которые подключены к моему аккаунту. Например, вот один из них мой обычный аккаунт. Через МСС аккаунт я могу управлять другими аккаунтами, я могу в них заходить, в другие аккаунты, я имею в виду, и делать какие-то настройки. Возможно, просто просматривать статистику, возможно, еще что-то делать, но при этом у меня есть возможность сразу контролировать много аккаунтов. При этом я могу, опять же, следить за количеством кликов, здесь пишется, есть ли деньги на аккаунте, нет денег на аккаунте и тому подобное. То есть я могу все вот эти маленькие фишки использовать на одном аккаунте, то есть смотреть сразу большое количество аккаунтов. Все, разжевал как мог. Сейчас давайте сразу в презентацию обратно вернусь. Если у вас новый аккаунт Google, на котором не запускался AdWords, вообще идеально, вообще лучше всего как делать. Вот у вас есть Gmail аккаунт, на котором у вас Google Drive, всякие таблицы, данные, возможно, еще что-то подвязано. Вот на этот аккаунт, ну вот у меня, например, YouTube канал или вот этот MCC аккаунт, они вместе связаны. Вот, и к этому MCC аккаунту с спокойной душой можно, ну точнее на этом же Gmail, на этой Gmail почте можно взять и создать MCC аккаунт. Легко он довольно-таки его создать. Вы можете зайти в MyClientCenter, прям так и пишите. И вы просто открываете, создаете вот такой MyClientCenter. Вот он. Он выглядит вот так. Вам надо зайти просто SingUp for free. Ну, к сожалению, все на английском. Нет, у MCC аккаунта нет никакого баланса. Это аккаунт для просмотра, по большей части. То есть вы можете все, что угодно делать, но при этом деньги надо закладывать будет в каждый аккаунт. Но есть плюс, вы можете оплачивать, например, через MCC аккаунт, зайти в аккаунт другой и оплачивать этот аккаунт. Ну, тут уже в зависимости от. Если у вас, вы зашли в MyClientCenter и у вас вот такая вот надпись будет This mail address already has access on an AdWords account and cannot be reused. Это значит, что ваш аккаунт уже используется либо в MyClientCenter, либо используется в AdWords. То есть вам придется, наверное, создать новый аккаунт. Если, повторюсь, у вас есть обычный аккаунт и MyClientCenter вам не нужен, окей, вы обходите просто его стороной. Но если вы начинающий директолог, если вы собираетесь ввести несколько аккаунтов, вам все равно придется с ним разбираться. Ну, рано или поздно. Лучше начать рано, конечно же. Если есть какие-то с ним проблемы, хрен с ним бросайте. Создавайте обычный аккаунт. Обычный аккаунт у нас создается через почту. И далее вы просто вбиваете AdWords.google.com. И дальше у вас идет регистрация. Я сейчас об этом еще скажу. Вернемся. Если у вас аккаунт Google, и вы уже запускали хотя бы один раз AdWords, и теперь хотите создать MCC аккаунт. То есть у вас есть AdWords аккаунт, но вам необходимо... И вы хотите сделать MCC из него аккаунт, то вам надо будет сделать несколько хитрых движений. Сначала удалить, точнее перенести на другой аккаунт AdWords, а потом только создать MCC аккаунт. Ну, это уже для про, кто разбирается. У меня видео за, по-моему, 14-й год есть, там, где я вот таким занимался. Что-то я темный какой-то на видео. Давайте я сейчас сделаю посветлее. У меня тут есть возможность. Извиняюсь. Ну, так, наверное, посветлее буду. А то я очень темный. Дальше. Следующим этапом. Следующим этапом, после того, как вы зарегистрируете MCC аккаунт, у вас будет здесь пусто. И вы сможете подключать, вот здесь кнопочка есть, плюс аккаунт, и сможете связать существующий аккаунт. Для этого вам понадобится вот этот идентификатор клиента. Но, так как у вас нет никаких идентификаторов всяких клиентов, то вам нужно создать следующим этапом обычный аккаунт. Обычный аккаунт, самый обычный аккаунт для AdWords я рекомендую создавать с помощью вот такой вот штучки. Это Яндекс.Браузер. Объясню, почему. Вам вот с помощью него самый простой вариант создать тот аккаунт, который не потребует оплаты. И в прошлый раз на прошлом вебинаре про секреты Google AdWords я как раз показывал, как его можно создать. То есть вы создаете аккаунт, я просто в него сейчас зайду. Вы заходите в Gmail, сначала создаете Gmail, то есть почту, а потом заходите в AdWords.Google.com. Ну, наверное, сейчас у меня спросят пароль. Вот он спрашивает пароль. Я его ввожу. А, нет, правильно ввел. Ну, тут всякие разные принимаю вариации. Это мой какой-то аккаунт, который то ли забанен, то ли еще что-то, поэтому пофигу. И мы заходим в AdWords. Тут не будет у вас никаких рекламных кампаний, у вас будет просто пустая рекламная кампания. Если он у вас потребует в четыре этапа сначала ввести какие-то основные данные, потом вторым этапом ввести платежные реквизиты, третьим оплатить и четвертым, нет, создать первую рекламную кампанию, вторым этапом, третьим ввести платежные реквизиты и четвертым оплатить, это значит, вы делаете не через Яндекс.Браузер. Я в прошлый раз показывал, что это реально работает. Это маленький лайфхак для новичков, которые хотят просто потыркать Google AdWords без оплаты. Есть еще один момент очень важный. Если вы платите в AdWords, кладете туда деньги, вы можете всегда позвонить в Google с помощью телефона, который я уже куда-то делал. Где-то он вот здесь вот обычно есть. Сейчас, где телефон? Вот он, телефон в шестеренке. Вы можете по этому телефону позвонить и всегда попросить вернуть деньги. Неважно, вы оплачивали картой, Яндекс деньгами или еще чем-то, вы со спокойной душой, вы можете вернуть деньги, так что не переживайте, в принципе. Так, дальше. Аккаунт создаем, он пустой. Ну, например, давайте я, наверное, создам аккаунт. Нет, у меня есть аккаунт, не буду создавать, не буду сегодня тратить время на это создать. Аккаунт уж все-таки сможете, я думаю. Так, лучше, наверное, все-таки. Так, дальше. Спасибо. 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 Спасибо.